Итак, мы продолжаем про перебежчиков в Закубане и на стороне Черноморской линии. И сейчас у нас выпуск, посвященный отношению российских властей к дезертивам. Рассмотрим, как российские власти в целом смотрели на эту проблему. В целом Российская империя была достаточно жестким со словом «государство». В своде законов Российской империи, по-моему, 14-й том, он называется «Свод о паспортах и беглах». И там достаточно суровые такие законы были в отношении лиц, которые незаконно перемещались по империи. Доходило до того, что вот этих беглых их клейнили, клеймо, металл распаленный в коже. И строго запрещалось так называемое «престанодержательство беглых». То есть запрещалось давать им приют. И человек, который давал приют, например, община крестьянская, казачья станица, либо какой-нибудь священник, они очень сурово наказывались. Они должны были заплатить 600 рублей серебром. То есть это просто невероятная сумма по тем временам. А если таких денег не было, то виновный в этом получал 40 или 50 ударов русгами. И его также отправляли на службу в армию в солдаты. Именно этим объясняется то, что солдаты бежали не в Россию, не в русские деревни, а вот именно в Акадыбин. Потому что там их никто не ждал. И российские власти предпринимали меры для того, чтобы вот этих дезертиров вернуть. Ну, справедливости ради стоит отметить, что бежали не только горцам Северного Кавказа. В частности, у Шамиля также был целый отряд из русских дезертиров. Целый полк русских дезертиров был у персидского шахма, который он активно использовал. И в 1837 году этот полк был выведен из Персии, причем добровольно был выведен. И часть вот этих так называемых персия, она была расселена в том числе и на территории Кубанского казачьего войска. На территории тогда еще Кавказского линейного казачьего войска, на Лабинской линии. И они там жили. Вот. Поэтому у России это была проблема связана с дезертирством не только с Северным Кавказом, но и в целом и с Персией, и с Турцией убежали. И в частности, в 1833 году российское правительство объявило о денежном вознаграждении горцам за выдачу беглых по 10 рублей серебром за каждого человека. Если приводили человека, то выплачивали деньги. В частности, выдавалось на эту сумму 100 рублей серебром. Ее прислали на Черноморскую кордонную линию. Но это была политика не очень удачная. Потому что, с одной стороны, как пишет путешественник Дюба де Монпере, все-таки были какие-то элементы гостеприимства. В частности, комендант Геленджика, Дюба де Монпере был свидетелем этого, он предложил адыгским старейшинам обменять тело их убитого сородича на двоих беглых солдат. Ну, прямо скажем, такой не сильно равноценный обмен. Хотя, с другой стороны, адыги очень ценили тела убитых своих сородичей, их обменивали, всячески предпринимали все средства для того, чтобы их вернуть. Но эти солдаты, кстати, были с георгиевскими крестами, как пишет Дюба де Монпере, и после долгих колебаний эти старейшины отказались. Ну, Дюба де Монпере считают, что это было гостеприимство. Ну, возможно, им двигали какие-то другие мотивы, но мы не можем говорить об этом с полной уверенностью. Но, как мы уже с вами говорили, далеко не все перебежчики воспринимались как гости, большая их часть обращалась в рабов, и адыги не собирались своих рабов продавать за такую низкую цену, потому что в Турцию, когда они продавали этих людей, турецкие купцы им платили намного больше, чем им предлагали российские власти. И об этом же писал Серебряков. Он также упоминал, что турецких контрабандистов они получали больше, поэтому смысла нет в этой компенсации. И согласно одному архивному документу, с 1834 по 1841 год на Черноморской кордонной линии адыги выдали за такую плату только двух человек. Российские власти по-разному относились к беглецам, тех, кто был схвачен непосредственно во время боя, часто казнили, в том числе и само судом. Пример урядника Колосова, яркий тому пример. Однако власти понимали, какая это проблема дезертирства и пытались не только кнутом, но и пряником находить взаимодействие с беглецами. В частности, объявлялись амнистии. Например, Воронцов, командующий на Кавказе 18 мая 1845 года, издал прокламацию, обращенную к российским перебежчикам. Он писал, что по высочайшему государю императора по велению всем русским солдатам, бежавших из разных полков и команд в горы, что те из них, которые добровольно явятся из бегов, всемилостивейшие, прощаются и поступают по-прежнему без всякого наказания или взыскания на службу. Печатные экземпляры прокламации также были разосланы в укрепление по Черноморской кордонной линии. И вот этот страх наказания, он действительно был очень большой. Потому что на одном из примеров, на северо-восточном Кавказе того же периода, один казак, который побывал в Клину, он спросил у беглого солдата, почему ты убежал. Он говорит, я убежал из страха из-за того, что меня накажут, из-за того, что я потерял шуруп от своего ружья. Вот так он боялся своего унтер-офицера, капрала, и он принял решение бежать. Было такие мелочевки вроде, да? Да, ну это же все наказание телесное и так далее. Ну да, каждый круг психологически это предыдует. Да, и психологическое давление также было. И вот эти документы также разослали и издали приказ, чтобы начальники вот этих небольших укреплений активно работали в направлении возврата дезертиров. В частности, командир мостового Алексеевского укрепления подполковник Мазин в своем рапорте от 15 сентября 1846 года доносил генерал-майору Рашпили. Вот перед тем, как я начну читать этот документ, бывают в архивах действительно такие трагичные истории человеческих судеб находишь, и потом идешь и там весь день думаешь, да, о том, что там написано. Вот это один из таких документов, которые вот произвели на меня впечатление. Он писал, черкес Шашко по доставлению в горы объявления, возвратясь, объявил мне, что он отыскал там беглого грамотного солдата и отдал ему экземпляр прокламации. Ему, прочитавший этот экземпляр, беглый солдат пал перед этим Шашко русским агентом на колени и со слезами просил его не говорить об этом никому из черкесов. Он оставил у себя этот экземпляр с обещанием объявить другим товарищам «Возвратиться в Россию». То есть человек, будучи в таком тяжелом положении, наверняка он попал в рабство, и он осознал свою ошибку и хотел возвратиться. А просил он, стоя на коленях со слезами на глазах этого черкеса, для того, чтобы он не рассказал другим черкесам, и они не увезли этих солдат в горы, чтобы у них была возможность вернуться, как-то бежать обратно на линию. Но потом, судя по документам, выяснилось, что уже в близлежащей округе нет никаких дезертиров, да, поэтому наверняка узнали об этом, и этих людей увезли подальше в горы. Но тем не менее, с 14 марта 1845 года по 28 января 1846 года на Черноморскую кордонную линию добровольно возвратились 7 человек. То есть раньше мы говорили там с 34 по 41, только 2 выдали за деньги, а вот добровольно выбежали уже от горцев, уже 7 человек, буквально там, за неполный год. Более того, в начале правления Александр II издал указ о распределении дезертиров, добровольно явившихся или выданных из Персии, Турции и от горских народов. То есть это был указ о Российской империи. Этих людей отправляли на службу в центральные регионы Российской империи. В частности, они направлялись служить в Воронеж. Многие перебежчики не дожидались объявления амнистии. Ощутив на себе все тяжести зависимого положения среди горцев, осознав свою ошибку, дезертиры бежали теперь уже обратно в Россию. Например, историк Тенгинского пехотного полка, упоминавшийся уже нами Аракович, описывал типичный пример приема такого беглеца. Фельдфебель, докладывая об исчезновении солдата, иногда говорил, «Этот вернется в ваше благородие». Ротный командир переждал некоторое время, и действительно, солдат возвращался, но истерзанный, голодный, и схудалый. Вздует его хорошенько, и делу конец. Подобные примеры содержатся и в архивах Краснодарского края, и причем деталь следующая. Если писали на солдата, то писали уже, как бы, уже вину на него вешали по полной. Писали на него то, что он украл, вплоть до пуговиц пересчитывали, что он украл из казенного. Если он оборвывал своих сослуживцев, то прям сразу на него писали заявления в вышестоящие инстанции. И была такая закономерность, что рапорт датировался намного более поздним числом, чем дата побега, то есть, за месяц после побега и так далее. То есть, их ждали все-таки, давали им какое-то время поскитаться, подумать и вернуться обратно в часть. Беглый солдат Гаврилов рассказывал, что в начале 1840-х годов адыгам не на что было содержать своих невольников. Кормили они их очень скудно и плохо, а работы требовали выполнять тяжелые. Все мечтали о возвращении на родину. Российское правительство принимало меры для возвращения этих воинных служащих и дальнейшее их включение обратно в службу. Ярким примером того, что беглые солдаты были далеко не безнадежными людьми для армии, для Российской империи, является пример Архипа Осипова, который также был беглым солдатом и во многом он попал в это Михайловское укрепление в качестве наказания за свой побег. Однако, когда встал вопрос о том, что будет совершено нападение на Михайловское укрепление, Архипа Осипов первым вызвался в случае опасности взорвать пороховой склад. И это было не какое-то 7-минутное какое-то желание во время боя, а это был осознанный шаг, который он изъявил, высказал своему командованию за несколько дней до нападения на Михайловское укрепление. И он в этом пороховом складе дежурил несколько дней. То есть, вот такое было у него волевое решение. Вообще не хотелось попадать в плен просто. Возможно, возможно и так. С другой стороны, отношение к беглым казакам также было совсем иным, достаточно лояльным. Существуют примеры на Алабинской линии. Казак Шаховцов, который потерял или где-то потратил деньги, он был вестовым казаком, и не нашел денег, и побоялся, что его накажут за отсутствие денег. И он переправился к казакам, к адыгам, убежал к ним. Вместе с адыгами принимал участие в набегах. Но российские власти потом добровольно вернулись от адыгов. И российские власти приговорили его к 4 или 3 годам крепостных работ в Киеве. Его первоначально приговорили еще к 300 ударам шпицрутенами. Но затем по здоровью это все отменили. То есть достаточно лояльно к нему относились. С другой стороны, Харунжий, Петр Потапов, также казак Михайловской станицы, по всей видимости, он бежал к горцам из-за того, что начали подозревать, что в 50-м году по его вине горцам удалось угнать стадо казаков Михайловской станицы в 1150 голов крупного рогатого стола. Скота началось следствие. И когда он понял, что может с ним приключиться неладное, Потапов решил убежать. И потом он вернулся обратно. Его, конечно, разжаловали, но оставили жить в Михайловской станице. То есть российские власти к казакам беглым относились достаточно лояльно, потому что они считали казаков форпостом своего влияния на Кавказе. У адыгов была поговорка о том, что солдатское укрепление – это камень, который был брошен в степь, ветер и вода его постепенно размонят. А казачья станица – это растение, которое постепенно захватывало все поле. И, естественно, российские власти не хотели вот так резко осложнять отношения с казачеством. И за многие вещи, за которые люди в центральной России понесли бы очень тяжелые наказания, или, может быть, были бы сосланы даже в Сибирь, здесь достаточно лояльно к этим людям относились. Таким образом, отношение к солдатам и казакам на Лабинской линии и в целом на Северо-Западном Кавказе было достаточно лояльным, и российские власти пытались находить какие-то пути для возвращения этих людей обратно на родину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!